Дорогие товарищи избиватели, разбавители, нет, тьфу на вас, избиратели, я что, я как депутат в кандидаты, вернее кандидат в демутаты, демутаты, динатураты, нет. Но пока еще без мандата. Хочу вам сказать, уважаемые товарищи избиватели, а не пошли бы вы на выборы? Ну, для того, чтобы голосунуть, так сказать, голосунуть, ну, все равно за меня же, все равно, куда же вы денете? Я представляю политический блок, блог, жизненная общественная партия активистов. Запомните, жизненная общественная партия активистов. Сокращенно, ну, это не важно, не важно. Прекрасно, не важно. Дорогие земляки, э-э-э, землячки, э-э, землянки, да чтоб вас, земляне! Позвольте вам, позвольте мне, вернее, позволит зачитать мне вам, то есть вам, мне позволит зачитать мою предвыборную программку. Она у меня здесь, вот здесь ясно написано. «Сволочь, купи хлеб!» Это другая программка из другой партии. Где она? Вот здесь. Вот, вот здесь же четко все, как говорится, черным по белому. Если вы меня отправите в депутаны, в депутаты, в депутаты, то я прежде всего обязуюсь принять. Ну, это уж, как говорится, принять по сто, вот, уточнение. По сто навления, вот. Ну, вот, а вы говорите. По сто навления о том, что я буду работать для блага своего. Ну, естественно, а вы что, сомневались, что ли? Своего, для блага своего народа. Ну, это же разница. Какая это? Я не знаю, какая. Ну, уточню, когда буду депутаном. Обязуюсь в сфере экономики улучшить систему наглого обложения. Ну, не я первый, как говорится, и я тоже не последний. Нет, наголо обложения. Нет. Только плохой свет здесь. В общем, обязуюсь всех нагло обложить. Вот это так точно. Таможенники пошли на... Ну, естественно, они давно уже... Не-не, таможенная пошлина. Пошлина. Понимаешь? Не должна превышать. Здесь еще цифры мне не написали. Ну, еще уточняться будем. Что касается социальной сферы, то обязуюсь ежедневно с трех до пяти защищать права человека, товарищи. Ну, у кого на дороге отберут права, звоните мне с трех до пяти, и я лично этот вопрос отвентилирую. Вот. Обязуюсь облегчить высокими пенсиями и льготами всех наших. Наших. Каких наших? Наших. А, пенсионеров, естественно. Пенсии увеличить в два раза, зарплаты в три раза. Вот, товарищи, льготы в четыре раза, налоги в пять раз, ну и так далее. Вы же знаете, как это у нас происходит. Не я первый, как говорится. Не я последний. Вот. Дай Бог всем здоровья. И тут уж дело надо принять в первом чтении. И добавить во втором, потому что между первым чтением и вторым чтением промежуток у нас небольшой. Ну, депутаты знают, как это у нас бывает. У нас свой буфет и так далее. Меня также беспокоит демографическая проблема прироста населения, товарищи. Мне непонятно, почему Китай может, а мы нет. Товарищи, давайте напряжемся, включим, как говорится, все свои напряжометры. Обещаю на личном примере показать пример. Обязуюсь ездить по городам и селам нашей страны и самолично порешить это дело. Я это умею, так что, товарищи, не сомневайтесь. В сфере здравоохранения я обещаю всю страну обеспечить бесплатными больницами, больницы бесплатными больными, что они написали, а больных бесплатными болезнями. А еще меня беспокоит, товарищи, реформа этого, как его, на три буквы там. А, вот же здесь. ЖКХ. ЖКХ. В переводе означает «живи как хочешь». Я так понимаю. Ну, так оно и есть. Как говорится, мне я первый. Да. Обещаю провести зимой во все дома тепло. Летом, естественно, во все дома холод. Обещаю выбрать. Сейчас все можно обещать. Главное выбрать. Обязуюсь развивать программу «Доступное жулье». Это очень важный вопрос. Я сделаю жулье настолько доступным, что к 3000 году все получат по отдельной хари. Хати, хати, товарищ. Ну, что вы, ну. Успокойтесь. Вы не я ж первый, как говорится. Обещаю вам, что в самое ближнее время обеспечу полное благосостояние и разделим его поровну. Состояние мне, благо вам. Как вы справедливы, товарищи. Да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, как говорится, не я первый, как говорится. Подробно с моей программой вы можете ознакомиться по адресу www.deputatsobakavybora.net. Как говорится. Ну, запишите, если кто не понял. Запишите. Если вы согласны с моей программой, то на выборах поставьте напротив моей фамилии Крестик. Обязательно. Если вы не согласны, тогда поставьте напротив моей фамилии галочку. И опустите меня в урну. В общем, если вы меня выберете, товарищи, но я не знаю, что я для вас сделаю. Действительно, не знаю. Вот.